А вот жители Советского района планируют отправить сладкий сюрприз для наших бойцов, которые сейчас находятся в госпитале. Участницы татарского женского клуба Акалфак к 23 февраля готовят национальный медовый чак-чак. Женщины надеются, что восточные сладости дойдут до земляков и станут прекрасным подарком к празднику. В одной из квартир в центре города Советский вечером, закончив все запланированные на день дела, собираются участницы женского татарского клуба Акалфак с одной лишь целью – поздравить с предстоящим Днем Защитника Отечества и преподнести сладкий подарок в виде национального десерта бойцам, проходящим лечение в одном из военных госпиталей Юга России. Выбор пал именно на чак-чак, потому что это блюдо долго не портится и остается столь же нежным и аппетитным, признаются хозяюшки. Да и в приготовлении чак-чак достаточно прост и неприхотлив. Замешивается тесто на яйцах, ну туда яйца и мука и все. Потом жарится в масле во фритюре и заливается медом. Медом заливается, потом форму придаем. Мы с самого начала военной операции участвуем в акции «Своих не бросаем». И вот на Новый год мы отправляли в госпиталь чак-чак, там витаминный набор. Наше послание как бы дошло до госпиталя. Свою благую миссию женщины национального клуба «Аккалфак» исполняются всей душой, искренностью и старанием. Ведь практически у каждой из них среди бойцов, участвующих в спецоперации, находится родственник, близкий друг или знакомый. Например, у Флориды Сисенбаева в рядах защитников нашей Родины и интересов государства и его жителей проходит службу родной внук. Внук у меня служит, за Родину воюет. Пусть победа будет за нами. Мы на это верим, скучаем, ждем. Добрые дела делаются от всей души и без претензий на награду. Подобные инициативы находят свою оценку. Среди военнослужащих, которым адресованы сладкие презенты. Максим Красный, Александр Охромович, телеканал «Первый советский». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!